привет всем вы на канале просто детки и у нас продолжение обзора моей кофейни к нам приехала новая гостья вот это вот которая по центру на картинке так секундочку да и все пропускаю вот она на такой красивой машинке вообще супер машинка классная привет 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 так интересно она полненькая или беременная я почему-то сначала думал что она беременна но не уверен а привет меня зовут рид шарлотта рид а всегда мечтала так с кем-то познакомиться как мой любимый джеймс бонд добро пожаловать кофейню мою кофейню ой а услышать такое в ответ еще круче чем читать об этом в книгах а любите книги а я ими просто дышу обожаю запах книг особенно старых а в них всегда скрывается тайна или интересная история а прямо всегда ну очень часто а я это вам как библиотекарь говорю я раз я как раз недавно наткнулась на загадку она была в книге которая так и называется книга загадок а тогда в этом нет ничего удивительного а да но эта загадка особенная именно она меня сюда привела вернее не совсем сюда а что вы имеете ввиду а мне нужно попасть город чуть севернее вашего но я рада что раз уж пришлось остановиться то в этом уютном месте с таким интересным собеседником а почему вам пришлось остановиться а бензин на нуле а кошелек с деньгами и карточками я умудрилась потерять о нужно познакомить ее с алисой да а может вам как-то помочь я бы могла у вас подработать но библиотекарь вам вряд ли нужен хоть в кофейнях часто лежат книги никто и читать не хоть не читает библиотекарь может и не нужен а вот курьер бы пригодился ой как хорошо давайте все организуем вы будете складывать заказы мою машину а я их буду отвозить клиентам а как будем делить прибыль по справедливости а за доставку я я за доставку получу чаевые а вы за свои старания монетки и подарки и специи а за 30 выполненных заказов вам достанется золотой подарок звучит здорово давайте выполним один заказ мне не терпится накопить денег и побыстрее решить загадку из старой книги так но от с этого ракурса видно что она просто полненькая да а вот с ракурса который на главной заставке там видно что он не такой животик в общем ладно не буду об этом развивать тему нажимаем на автомобиль чтобы посмотреть детали заказа первый заказик такой не сложный простенький беру его выполняя вместе со своими официантами но когда я выполнил все 30 заказов ну или 27 до чтобы студию это все прочитать а тогда продолжу наш обзор ну что ж заказики я выполнил а шарлотта расскажите подробнее про книгу загадок а а ее написала моя землячка джейн бронда а сто лет назад я нашла ее когда покупку копалась в куче макулатуры как говорит мой босс а что он называет кучи макулатуры а старые книги которые отсканировали и отправляют в утиль а я не могла допустить чтобы книги моего кумира отправились в топку а зачем ваш начальник отправляет книги в топку он считает что бумажным книгам место на свалке истории а и будущее только за цифровыми технологиями скорее всего так и будет бумажные книги никуда не исчезнут время покажется был прав но я считаю что второй вариант правильный да то есть они конечно исчезают меньше люди читают и больше электронных книг она все равно когда держишь книгу в руках настоящую когда есть на это время то это ни с чем не сравнится очень на это надеюсь а босс уже начал сканировать все книги в библиотеке но самое плохое а что самое плохое а он забирается закрыть библиотеку и оставить только сайт с отсканированными копиями а а вы хотите ему помешать а конечно я докажу что старые книги это не полить бесполезная рухлядь как он выразился вот найду клад благодаря подсказке из книги и тогда он поверит мне а звучит как план я рада что вы тоже так считаете а хочу подарить вам за это статуэтку агент тэйя это очень милая девочка сурикат а хоть и немного грустная а почему она грустная а я не смысл не смогла найти агента напарника возможно вам это удастся а с помощью маргарет она похожа на спецагента на пенсии а пообщайтесь с ней хорошо так ну естественно что нужно мне вторую часть найти получить за это золотой подарок да а точнее не найти а купить а маргарет а вы уже познакомились шарлоттой а да забавная девушка а додумалась сказать мне что книги интереснее чем жизнь а и что вы ей ответили а пригласила ее к себе на кофе а чтобы рассказать историю моего брака уже представляю лицо шарлотты когда скажу что он 13 по счету она как минимум удивиться а не то слово слушайте я заметила что шарлотта вам подарила девочку суриката агент тэйя а лихая штучка прямо как я когда-то а и правда есть что-то что-то общее купите пожалуйста магазине статуэтку агент йоги он так он так чертяка похож на моего бывшего мужа и соедините их а зачем это а видимо ностальгия по лихой молодости а за это я подарю вам золотой подарок а сейчас кажется вам пора поговорить шарлоттой хорошо так давайте поставим космел здесь место есть я немного сделать перестановку после прошлого расширения теперь у меня все это идет аппараты и там добавки и так далее стоят по одной стенке атака склад агенты и ах ты прикольно красиво да ну-ка но как раз от места есть пускай стоит так и покупаем покупаем в обычных предметах да наверное вот агент йоги 650 кристаллов обделаловка так я никогда не накоплю на то что хочу а что я хочу я в принципе ничего раньше не хотел так секундочку вот а только наверно нужно их как-то по-другому расположить вот так типа да не знаю нужно попробовать так а вот же здесь видно да теперь видно я понял то есть нужно их развернуть вот так не не вот все правильно вот так оба все порядок красота еще из на помадой да а на щеке то есть принципе яма мы с вашим бывшим снова вместе да вы с вашим бывшим снова вместе а что но статуэтки агентов сурикатов мы же вы же сами просили ах да спасибо сейчас фотографирую напишу кое-что обидненько и отправлю бывшему а то сладкая месть для меня золотой подарок для вас но я его получу немного позже на фестивале а мы пока продолжим наша нашу историю да а кстати про то что я хочу а вот я себе поставил вот этот аппарат для коктейлей на когда достиг 30 30 уровня для того чтобы китайский его сделать и с тремя чашечками оказывается нужно 16 тысяч бриллиантиков то есть кофемашин для горячего шоколада вот это вот кофемашина на три чашки стоила не помню по моему там то ли со скидкой то ли там 2 600 то ли там там 3 с чем то но вот что-то в этом роде я думаю молочный коктейль там будет стоить а ну 4000 оказалось что без скидки 16 со скидкой типа там 10 или что такое накупить такую сумму не покупают конечно проблематично тем более что я постоянно трачу бриллиантики на эти статуэтки ну как бы обидно придется пока чтобы этот как молочный коктейль у меня был обычный да и еще и на одну чашку ладно не будем о грустном а расскажите скорее загадку из книги скачи три дня от спасителя рима прямиком на небесный гвоздь а в день когда весна сменила зиму я спрятала ценнейшие из сокровищ под дубом ровно в полдень а запутано и что из этого вы уже разгадали но про спасителя рима я сразу догадалась имеется в виду легенда как гуси рим спасли в этом замешана итальянская мафия а спасители рима это пожарные может все таки первый вариант да в моем городе есть памятник гусю а скакать нужно было от него в направлении небесного гвоздя а они местны гостя так созвездие южный крест значит на юг а небесный гость это полярная звезда значит на север как вообще в небо обе мыть может забить можно может все таки этот первый вариант нет небесная гость это полярная с是啊 а значит нужно было скакать на север вот только у меня лошади не было и как мы поступили вычислила сколько 1 за среднем за день проезжает всадник Множила на 3 и решила проехать это расстояние на машине Умно Правда, вы говорили, что вам еще нужно ехать Да, но раз моя писательница тоже ехала этой дорогой То наверняка и у вас в городке побывала Может и тут кое-какие подсказки оставила Может быть Разузнайте, пожалуйста, у местного полицейского У него должен быть доступ к архивам Хорошо Иди сюда, Ватсон Холмс А, тут у нас один человек был в городе проездом Так Надо бы про него разузнать Для очень важного дела Конечно, имя, фамилия, профессия, особые приметы Джейн Бронто Писательница Скакала 3 дня на лошади На лошади? Отлично, записал А, и как давно она у нас была? 100 лет назад Ну вы даете, вы бы еще мамонта попросили разыскать А вы можете? Я-то все могу, но на это нужно время Поищу в архивах про вашу скакательницу на лошадях Выполните 3 заказа и тогда поговорим Но так как я их уже выполнил, поэтому просто поговорим Нашли что-нибудь про писательницу? О да, штучка еще та оказалась Не Маргарет, конечно, но тоже не промах Нашел заметку про то, как она выиграла спор у местного задиры А какой спор? Он начал смеяться с Джейн Когда она в таверне пришла и в разговоре про лошадей свое мнение высказала А сами знаете, какие нравы тогда были А Джейн что сделала? Вызвала его на скачки Он поперхнулся и сказал, что обгонит ее даже на трехногой кобыле А она сказала, что обгонит его даже без седла И что дальше было? А задира заорал, что даже с закрытыми глазами выиграет А Джейн сказала, что раз он так хорошо знает о кругу Скачки будут по той дороге, по какой она сюда приехала И кто победил? А вначале задира вперед вырвался Но тут Джейн засвистела Из кустов выскочили собаки Скакун задира испугался и притормозил Ничего себе А и пока задира с конем справлялся Джейн показала ему язык и до леса добралась А в лесу? Там он снова вперед вырвался И уже почти победил Но в одном узком месте перед самым финишем Она опять свистнула И опять выбежали собаки Нет, но задира оглянулся и показал Джейн язык А в это время с низкой веткой его из седла и вышибла А сама Джейн так нормально проехала? Там нормально проехала? Конечно, на ее-то низеньком пони Да еще без седла А погодите, так это пони? Как это пони? Обычный пони Поэтому с нее и смеялись А оно вон как вышло Расскажите это Шарлотте Может она этого не знает про свою Джейн? Ну да, она считала расстояние, которое лошадь проедет А пони, что она много меньше проедет Да поэтому она неправильно все вычислила Сейчас ее обрадуем А Джейн Бронто прискакала в наш город не на лошади, а на пони Хм, интересно Это многое меняет А что именно? Уже гуглю Лошадь быстрее, пони в 4 раза А это значит, что писательница А, проскакала меньше, чем вы думали Была хоббитом, ездила на пони Нет, первый вариант, конечно же Именно она проехала в 4 раза меньше расстояния И приехала прямо в наш город, наверное, да? Куда она приехала? Невероятно, все сходится Что сходится? Ну же Она изначально в ваш город и собиралась Сокровища искать нужно здесь Круто, и как будем искать? В загадке говорится, что она спрятала сокровища в полдень под дубом И это был день, когда весной сменилась зима А какую дату она имеет в виду? Обычная зима сменяется весной 1 марта Речь о 21 марта Дне весеннего равноденствия Наверное, все-таки первый вариант, не знаю Логично, но еще вопрос Под каким дубом она копала? Их тут много И как нам поможет то, что клад закупан именно в полдень? Слишком много вопросов А в таких случаях мы опрашиваем посетителей кофейни Хорошая мысль Начните с Билла Он постоянно в своем телефоне Наверное, умеет искать информацию Так, тут мне женьшень подвезли Пускай колхан тягают мои эти рабы Так, Билл, Билл Билл, вы уже познакомились с Шарлоттой? Да, попытался ей объяснить Что она персонаж игры И даже не основной А как она отреагировала? Пожала плечами и сказала, что в таком случае Я персонаж учебника по информатике И как такое людям в голову вообще приходит? Это ясно А, Билл, а вы слышали о писательнице Джейн Бронта? Окей, Google Джейн Бронта Джейн Бронта Джейн Бронта Билл, зачем вы кричите на свой телефон? А на запрос Джейн Бронта Он выдает рисунки Бронтозавра Извините, больше ничем не могу помочь А лучше спросите Мэри А может, нужно было не голосовой помощник все-таки Использовать? А, Мэри, вы слышали о писательнице Джейн Бронта? А, слышала от Шарлотты Но она была не только хорошей писательницей Но и экстравагантной модницей Современники удивлялись ее вкусу А что она носила? А, что она носила? Одной из первых она стала носить брюки Когда у женщин это было не принято А еще у нее было редкое кимоно Мне тоже очень нравится кимоно Ой, что такое? А я вспомнила В гардеробе как раз появился костюм Иньян А нарядите кого-нибудь из персонала И с меня золотой подарок А насчет писательницы спросите Фернанда Прикольно Вот он костюм То есть сразу можно купить, да? Блин Там 650 или сколько Да тут 485 Как накопить на аппарат? Да никак Не, ну красиво, реально красиво Так, можно все ходить У меня карнавально теперь Такое вот Кстати, как раз у нас же кофейня Да, именно вот в китайском стиле Вот как раз Теперь Подходит Отлично Супер Так, ну я естественно пока не буду Получать подарок То есть В идеале Это три подарка получить на фестивале Заработать лишние там 8 тысяч монет Или кубков Так Фернанда рядом Они, кстати, все рядом сидят, да? А, Фернанда А вы слышали о писательнице Джейн Бронто? А, да Она была незаурядной особой Из тех, кто до последнего Хранит свои тайны И наживает могущественных врагов Думаю, что Маргарет Обладает большей информацией Мы же с ней уже общались Маргарет Вы слышали о писательнице Джейн Бронто? Не только слышала Но и видела фотографии Из ее путешествия А вы имеете ввиду Ее путешествие у нас в городе? Да За всю поездку Она сделала всего 4 снимка Ха Современная молодежь Столько в минуту делает А то и больше Если рядом есть кот А где вы взяли эти фотографии? Точно не помню Старых фотографий у меня столько Что если их в ряд сложить То можно опоясать землю три раза Вы можете показать фото Джейн? Могу, но это займет время Нужно порыться в архивах? Это Ватсон пусть роется в архивах А у меня все хранится В суперсовременном облачном сервисе Так может вы их сейчас найдете? Я забыла пароль Какое-то кофейное слово Пока не припоминаю Дайте мне время Пока я вспоминаю Сделайте 6 заказов с Шарлоттой Маргарет Придется вспоминать быстро Потому что я их уже сделал Вы вспомнили пароль от папки С фотографиями? Да Правда Мне пришлось измучить Про кофе вопросами Чтобы вспомнить То самое кофейное слово И что это казалось за слово? Капкейк Хе-хе Это и есть ваше кофейное слово? Ну разумеется Кофе без капкейка Деньги на ветер А я уже отправила фотографии Шарлотте Поговорите с ней Ну а я вот только что Кофе себе сделал без капкейка Ну получается Сделал кофе на ветер Да? Так стоп Я только прослуш Пока про кофе вспоминал Прослушал К кому не нужно обратиться Так Шарлотта А фотографии у вас? Да С ними кое-что стало понятнее А что вы выяснили? Все они подписаны 21 марта Это день весеннего равноденствия По старинным календарям Именно в этот день Начиналась весна А значит клад был закопан 21 марта в полдень Да Возможно на одной из фотографий Запечатлено место Где нужно искать клад Но я пока не поняла На какой именно А как вам в этом помочь? Посмотрите внимательно на фото И скажите Есть ли на них полдень? Возможно там есть подсказки Чтобы понять В какое время суток Они были сделаны Смотрим Итак Первая Вторая Третья Четвертая Ну смотрите Третья это Ночь Четвертое это Утро Солнце встает Да? Получается А че так тут все просто Вот на Не стоп На часах На первой фотографии Час Дня Да? Или нет? А точно Без пяти Час наверное Так А нет Час Два Три Часы как-то странно Расположены А три часа дня На первой фотографии А на первой фотографии На второй фотографии Одиннадцать часов То есть все таки Наверное полдень Это одиннадцать Да? Ну не знаю Кажется мне удалось понять На какой фотографии Полдень А я вся в внимании На второй Так так На втором снимке Люди завтракают в кафе И полдень еще не наступил А может взгляните Взгляните еще раз Ну значит что Первый А стоп Перемешались Да? А то Десять такая Все Первая Да Первая Тю Я почему-то думал Что отчисление Циферплат неправильно перевернут Удалось Да? На первой Ха На первом снимке Видно площадь И часовую башню А Но на циферплате Не полдень А час дня Но я же говорю Что все таки Час дня А не двенадцать Ну так там Значит нигде Ни на одной из фотографий А по-моему Вы правы На первое фото Видно часовую башню Но на циферплате Уже час дня На втором Люди завтракают в кафе И полдень уже не наступил Ну да На третьем Поздний вечер И видно Как зашла луна Ярно не полдень На четвертом Раннее утро До полудня еще долго Давайте уберем Лишние фото Так стоп А это типа между да? Вопрос Хе прикол И что теперь? А может есть еще подсказки? А больше нет А если не брать в расчет Один простенький рисунок На полях книги А что это за рисунок? А там нарисован человек Под деревом Рядом с ним Какая-то закорючка И что-то вроде колоды Но все нарисовано Да заказы готовы А вы пробовали В дубовой роще? Вы побывали в дубовой роще? Я только что оттуда Уф До сих пор мурашки по коже А что случилось? А я ходила по роще Сравнивая рисунок С реальными местами И как только я почувствовала Себя дурой Уже в десятый раз И собралась уходить Как шмых А что это за шмых? А кто-то проскочил у меня За спиной А потом где-то сбоку Зашуршало Потом кусты Затряслись Может это просто Ветерок подул А точно вам говорю За мной кто-то следил Но будто испарился Прямо как в книгах Про Джеймса Джеймса Бонда Или про ниндзя Но зачем кому-то За мной следить? А кто-то Тоже узнал про клад И захотел его себе А у Джейн Бронта Были враги Вот они вернулись Я думаю вам просто показалось Ну все-таки первый вариант Мне кажется правильный Вот и я так подумала Даже сложно представить Кто это может быть А давайте не будем паниковать Скажите лучше Вы нашли похожие места в роще? Да Правда в указателе Клад здесь Ни в одном А ни на одном не было Да и местность Могла сильно измениться Со времени жизни Джейн Бронта А может вы сделали Фото этих мест? Конечно Давайте внимательно посмотрим И поймем Какое место Больше всего Похоже на рисунок Ааа Вот рисунок Так Радуга есть Пенек есть Или Что? Так еще раз Получается Вот первый рисунок Дерево есть Радуга есть Да допустим Пенек есть Ааа Чего-то там вот нет Во втором месте Колодец Но нет Дерево И мостик Есть Да А на третьем Ведро Дерево Чайка И холмик Вот же ж Не знаю даже Ха Но радуга Не факт Что была Ааа Чайка Тоже Может то ветер Такой Ну давайте начнем С первой А что делать А насчет места Диспятан клад Ааа Пускай будет Ааа Похоже первое На фото есть дерево И это действительно дуб А пень тоже похож На цилиндрическую штуку Как на рисунке Но Но радуга Не может быть Закорючкой На горизонте Потому что Радуга Явление временное Вряд ли она была В тот момент Когда был сделан рисунок А значит Место с кладом На второй Или третьей фотографии Да Взгляните еще разок Аа Какой из них Больше всего Похоже на рисунок Ну значит Аа По-любому Третья Да Ну хотя птичка Это тоже временное явление Ну что Мостик Там дуба нет Ну Ладно Не знаю Третья Третья На фото Видна птица На горизонте Она очень похожа На закорючку Как на рисунке Но А меня смущает Ведро под деревом Оно не могло Там быть Сто лет назад Хотя и похоже На штуку Которая на рисунке Ну и дерево Это клен А не дуб А значит Место с кладом На первой Или второй фотографии Да Ну я уже понял Что второй Я сегодня Ничего не угадаю А на фото Нет Не то что дуба Вообще Никакого дерева А под которым Можно спрятать клад Но А дерево Могли спилить Чтобы провести Электричество А закорючка На горизонте Это мост Он там уже давно А под деревом Колодец Ему тоже больше Сто лет А значит Это и есть То самое место С кладом Откуда яхта Мог знать Да Похоже на то А еще на рисунке Есть символ воды Волны А думаю Он там неспроста И искать нужно Именно в колодце Правда В этом загвоздка Почему А колодец был Доверху завален Булыжниками А сама я их Никак оттуда не достану Нужно специальное Оборудование У Петровича Есть доступ к технике На любой вкус Отлично Если бы Вы его попросили Достать камни Из колодца Было бы просто Замечательно Попросим Петрович Заворчивый А Петрович Помогите Достать камни Из колодца А зачем Вы их туда положили А ничего Мы не клали Они там уже были А вот так всегда Кто-то напортачил А Петрович Исправляй А мы вам будем Очень-очень благодарны Ну ладно Вы же мне помогали Это все Что я должен Это все Что я должен Знать о колодце За нами Кто-то следит Будьте На чеку Да ладно За старым колодцем Никто следить не станет А сделайте 12 заказов И все будет готово Сделали А Петрович Вы достали камни Из колодца Я-то достал Но и он Меня чуть не достал Кто он Этот самый Разбойник На меня напал Весь в черном Лица не видно Глазенки хитрые А какой разбойник Кто на вас напал Вов вспомнил Ниндзя Только не черепашка А человек А пошел на меня С кулачками А я Давай ручищами Отмахиваться И что А ничего Задел его случайно Два раза Он в колодец И упал Ужас какой А вы что Я колодец Крышкой Прикрыл И камешек Сверху положил Для верности Опущай Ваша Шарлотта Дальше Сама разбирается А с меня Хватит Ниндзя На сегодня Ясно Так Шарлотта Наварила Ты Каши А на Петровича Напали Похоже Это из-за сокровища Ой-ой-ой Бедный Петрович Он не пострадал Он в порядке А вот Ниндзя Который на него Напал Сидит в колодце А как Вы сказали Ниндзя Ой, нехорошо Это Не хотела Вас впугать Но в книге Загадок Упоминаются Наемники Ниндзя Которые Враждовались Писательницей А спустя Столько лет Они вернулись А не знаю А может У них клан Надо встретиться С ним Лицом к лицу А так Всегда делают Герои В книгах А вам не страшно Ниндзя Все-таки А вы правы Попрошу Поговорите с ним После 15 заказов Так Ватсон Знаете Что мне кажется Пока еще Я не продолжил Эту историю Что вот Все-таки Этот ниндзя Это наверное Шеф Этой Мар Ну Девочки В общем Да Он просто не хочет Чтоб она нашла Сокровище Поэтому Решил помешать Ватсон Вы побывали В колодце Да Мы убрали С него крышку И валун Который там Оставил Петрович А потом Бесстрашно Стали спускаться На тросах И тут Раздался Дикий визг А Шарлотта Испугалась Эм Вынужден признать Что она Как раз таки Была молодцом А вот я Испугался Что трос Оборвется Но тут же Наши ноги Коснулись Дна колодца А там внизу Эм Поджидал ниндзя Лежали Несметные богатства Ничего Может ничего не было Так точно Ни ниндзя Ни сокровищ Абсолютно ничего Но как так Я вам так скажу Ничего там и не было Клод опечатлилась Детская княженца И прохот сокровища А у Петровича Разыгралась фантазия Вот они и навдумывали Но они же Не сумасшедшие Есть другие версии Ну кроме Мифического ниндзя Клад мог забрать Сам Петрович И все свалить На каратиста В маске А допустим А есть еще Подозреваемые А Маргарет Фотографии же Нашлись именно у нее Не так ли Да Но у нее В принципе Много старых фотографий Разумеется Но не думай Что именно Эти 4 снимка У нее оказались Случайно И что теперь делать Поговорите Шарлотте Она совсем Нос повесила А я прошу Подозреваемых Даже ниндзя Если найду Шарлотта Как настроение Не очень Я уже начала думать Что нет никаких Сокровищ А если и были То их унес Этот ниндзя волшебник И что думаете делать Собираться домой Что еще остается Но если вы Вернетесь ни с чем То Да я знаю Библиотека закроется Я лишусь работы А начальник Отправит все старые Книги в топку А я поняла Что я далеко Не Джеймс Бонд А и даже Не Мисс Марбл Но нельзя Так просто сдаваться Иногда обстоятельства Бывают сильнее Героя А давайте Сделаем 18 заказов И снова поговорим Думаю Это будет очень скоро Ну что Вы надумали Мое место Дома Среди книг Я уже собрала вещи И скоро буду уезжать Но Шарлотта Подсказок Больше нет Ниндзя убежал Сокровища не нашлись А чуда не случилось В книге Обязательно была бы Цепка Но мы не в книге А в игре А если верить Биллу А вдруг мы просто Что-то не заметили Вряд ли Спасибо за вашу доброту Но я не справилась Попрощайтесь пожалуйста За меня с Ватсоном А Ватсон Шарлотта уезжает Просила передать вам привет А рано уезжать Тут такое Какое такое Я опросил подозреваемых В краже сокровищ Никто не признался Тогда я поднял архивы И нашел такое Да расскажите уже Что такое Какое такое А в городском парке У старого кафе За городом И даже на центральной площади Кто-то копал землю по ночам Без разрешения Городских властей Думаете кто-то уже искал Клад в этих местах Да Но самое интересное Я тщательно изучил колодец И обнаружил там Несколько замаскированных ходов А должно быть Садовые кроты поработали Это ниндзя Со страху выкопал Может это заброшенная Канализация Или сеть бункеров Очень похоже на то партнер В архиве даже нашелся план Под нашим городом Целый подземный лабиринт Ого Так может нам удастся Выследить куда ушел ниндзя А может быть Вот взгляните-ка на планы Куда ведут ходы из лабиринта И ведут ли они вообще куда-нибудь Внимательно смотрим план Подземного лабиринта Так колодец Получается Сейчас я посмотрю Начиная с самого нижнего Вот он идет В никуда Дальше А левый Ведет На мельницу Верхний ведет Тоже на мельницу Не понял И Правый И правый ведет В общем На пристань Да Я понял Так А насчет лабиринта Ватсон Ну куда ведет Ход от колодца К речному порту По моим расчетам Выхода к речному порту Нет Там обвал земли Посмотрите на план Еще раз Куда ведут ходы Из лабиринта И ведут ли они Вообще куда-нибудь Так я понял Я просто еще раз Посмотрю К мельнице Так 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 У меня такие же результаты А прямой выход Из колодца есть Только к тому месту А где раньше была мельница Туда я и отправлюсь А хорошо А и надо сказать Шарлотте Чтобы никуда не уезжала Да Задержите ее Самое интересное Еще впереди Вот и здорово Она ж не знала Что там обвал Возле реки А она тут кофе Трескает И не думает уезжать А Шарлотта Погодите уезжать А что такое Передать новости от Ватсона Подземный лабиринт Конечно А теперь Я теперь никуда не поеду О боже А ведь я почти уже сдалась Никогда больше не позволю себе унывать Это вы правильно решили Спасибо что отговорили за поддержку А и поддерживали меня Хочу подарить вам Эта Картина шпион Благодарю Как собираетесь дальше искать сокровища А пойду исследовать подземный лабиринт Вместе с Ватсоном Одно и страшновато все-таки Ну дерзайте А точно Надо докупить снаряжение Фонарики Тросы Карабины А давайте сделаем 21 заказ Тогда и поговорим Так нам картину дали Куда ее можно повесить Там у меня место на стене освободилось Сейчас определимся А картина шпион А можно и тут повесить Пускай висит Прикольно А вторую половину можно купить Интересно Или тут одна Так Оборудование Интерьер Нет Второй части нет К сожалению Стоп 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 Заказы готовы Вы сходили с Ватсоном в подземелье? Да Мы пошли туда Где раньше была мельница Но сейчас там Кое-что поинтереснее А что вы там нашли? Винный погреб Прямо на участке Маргарет Неужели это она? Сомнений быть не может Мы спросили ее соседи А все в один голос Твердят Что видели ниндзя В саду Маргарет А она и есть ниндзя И Ватсон говорил Что клад уже искали раньше Это тоже Это тоже была Маргарет А конечно Ведь фотографии От Джейн Бронта Были только у нее Но у Маргарет Не было подсказки Что клад закопан в полдень А поэтому она копала На этих местах А не между ними Верно А когда она Прознала про подсказки Стала следить за мной А чтобы первее Заполучить клад Нужно поговорить с ней Что Что она Все на это скажет Поговорите Но я бы на вашем месте Не верила Ни единому ее слову Но мы то знаем Что Маргарет Всегда выкрутится Да? Маргарет Вы Наряжались Ниндзя Черт Так и знала Что мой бывший Сольет ту фотосессию Но я же там ничего Правда? Какую фотосессию? Нет Я говорю о краже Сокровищ Джейн Бронта Ах да Сокровища Я их не крала Но на вашем участке Видели ниндзя Скажите Это были не вы? Я его тоже видела Шастал у меня по саду А все яблони Подоптал Я в этом году Такой урожай А в этом году Такой урожай выдался А кстати Могу подсказать Рецептик пирога с яблоками О пирог Стоп Не заговаривайте мне зубы Ладно Давайте на чистоту У меня были фото Сделанные Джейн Бронта И действительно Лет 7 назад Я пыталась искать клад Но безуспешно Продолжайте А потом Объявилась Шарлотта С книгой загадок Но я не хотела Ей мешать Наоборот У меня к ней Большая симпатия Напоминает меня В начале моей карьеры Это чем же? А такая же Наивная и робкая Но с огоньком в глазах Обожает книги И искусство Я сказала себе Пусть девочка Найдет свой первый клад Не буду ей мешать Допустим Но что насчет ниндзя Кто это был по-вашему? А я обнаружила Что Джейн Бронта В свое время Писала о врагах Из клана Черной ниндзя А кто они И как узнали Про клад Загадка А если все Что вы говорите Правда То что делать? Надо понять Где на самом деле Клад А давайте мыслить Логически Я и мои соседи Видели ниндзя Но он был С пустыми руками А значит Клад он не брал Но и в колодце Сокровищ не было Где же они спрятаны? Предполагаю Что в другой части Лабиринта Но в других частях Либо тупики Либо обвал земли Обвал Он мог случиться Недавно Возможно Когда Петрович Откапывал колодец С своей Монструозной техникой А следите Каноплан еще раз И что мне это Должно дать? Ааа Ну вот обвал Да Ну Понятно И что дальше? Клад должен быть В речном порту Согласна Но чтобы подтвердить Это нужно преодолеть Обвал Но как быть с вами? Шарлотта и Ватсон Вас подозревают Ватсона я возьму на себя А вы передайте Шарлотте Все что я вам сказала А вы меня точно не обманываете? Никакие сокровища в мире Не стоят Наших с вами Отношений И я действительно Хочу чтобы клад Нашла Шарлотта Почему вы так Этого хотите? А девочки Не хватает Уверенности в себе А вот Найдет клад И все у нее будет хорошо Поговорите с Шарлоттой Заодно решите Как преодолеть обвал Передаем информацию От Маргарет Ой Все как в детективе Сначала была книга Загадок и клад А теперь Прибавился ниндзя Подземный лабиринт И ложный след С ума сойти А давайте решим Как быть с подземным обвалом А не представляю Как можно расчистить Ход без техники Наверное Нам снова понадобится Помощь Петровича Ага Правда После того Как он Повстречал ниндзя Он вряд ли будет Гореть желанием Помогать А вариантов нет Придется уговаривать Петровича Пожалуй Что так Поговорите с ним Пожалуйста А нам снова Нужна помощь Петрович Надо пробурить Завал в подземном Лабиринте Не-не-не Петровича тут нет Я его брат-близнец Нет Я голограмма Его брата-близнеца А сам Петрович Улетел Испарился Голограммы В нашей кофейне Платят двойную цену А если вы голограмма То не почувствуете это Пнуть Петровича по ноге А если Петрович испарился То кто Управляет Голограммой Давайте его ногой Пнем Ай как больно Было бы Если бы я был Реальным Петровичем Хе-хе-хе А поймите На кону клад Он не должен достаться Злобному ниндзя Ох Я специально учился На дорожного рабочего Чтобы не нужно было Сражаться с ниндзя А почему Именно я должен это сделать Кроме вас Ни у кого нет доступа К технике И таких глубоких познаний И опыта Тут вы правы А я вообще-то Специалист первого разряда По бурению скважинных ходов Однажды даже Пробурил ход в пивную И Потом расскажете Сейчас нужно действовать Ладно Но дело непростое А все нужно продумать Подготовить технику Выполните Пока с шарлотой 24 заказа А к тому моменту Я пробуризовал Надеюсь Ну что Петрович Вы пробурили Ход в подземный Лабиринт А Прубу Пру Рубубубубудьфу До сих пор песок В рту Там под землей Я понял Как было хорошо Когда ниндзя Был моей главной проблемой А дело Прошло не так гладко Не то слово Буровая установка Сдохла уже через полчаса И остались мы втроем Я Мой отбойник И обвал И как с отбойником справились А я делал свое дело И не обращал внимания Ни на что Нефть хлистала в лицо Булыжники Сыпались на голову Кости динозавров Кололи В А я все бурил И пробурили Да Спустя 20 часов Я увидел свет А сначала подумал Что это ангелы За мной явились А нет Свет шел из туннеля А там Я там все расчистил Проход свободен А сокровища там были? Понятия не имею Не стал я на этот раз Ниндзя дожидаться Сразу ушел Петрович свое дело сделал Петрович может отдыхать Спасибо Петрович Вы настоящий герой Я передам новости Шарлотте Пожа Жа Жа Чфу Пожалуйста Когда же этот песок Из меня высыпется Даже не попросил Его угостить чем-то Да Ну что ж Добрый день Шарлотта Лабиринт расчищен А проход с сокровищем открыт Ура Ох А как-то вы не очень радуетесь Я рада Просто мне страшно от неизвестности Если там вообще что-то Вдруг все было зря Пока не сходите туда Не узнаете Вы правы Это момент истины Сейчас или никогда Я найду сокровища Ой А возьму-ка я Ватсона с собой И Маргарет Одной страшновато А втроем будет легче А я могу Я могу вам сейчас Чем-то помочь Давайте сделаем 27 заказов За это время Я наберю смелости Потом расскажу вам Как все прошло Но это скорее всего Уже все Финальное задание Да А вы были В подземном лабиринте Да Нужно спасать их Они все Утонут Срочно Кого спасать Постарайтесь успокоиться И расскажите по порядку Ах Началось с того Что Маргарет Где-то запропастилась И мы с Ватсоном Пошли без нее А спустились В сырой холодный колодец Проползли С километр Обвала земли Уже не было Да Петрович поработал На славу А мы даже Нашли памятник Из глины Который он сам Себе слепил Хе-хе-хе Наконец Добрались До просторной пещеры А там Сокровища Ниндзя Маргарет Может Маргарет Нет Древние книги Которые считались Утраченными Они дороже Любого золота Вообразить сложно Какие знания там могут быть Но тут началось страшное А Пещера обрушилась Нет Там был ниндзя Ватсон приказал ему Поднять руки Но ниндзя не подчинился И ринулся прямо на полицейского Ватсон упал И его пистолет оказался у меня А что было дальше Ватсон был в отключке Я направила пистолет на ниндзя Он поднялся И медленно пошел на меня Я вспомнила книги Про Джеймса Бонда Раздался выстрел О нет Выстреляли в человека Я не могу продолжить рассказ Нужно что-нибудь выпить А из кофе по-вьетнамски С тапелкой Очень поможет Ладно Как скажете Так Я сегодня уже заказ делал Таких даже два Тапелку потратил Вот ваш кофе Вы остановились на том Что раздался выстрел Да Стреляла я Хорошо что отец Учил меня обращаться с оружием Но это был предупредительный выстрел Пуля попала в потолок пещеры Начала литься вода Точно Ведь пещера находится прямо под речным портом А это напугало ниндзя На него струилась вода Заливало все вокруг Но ниндзя лишь рассмеялся Он не верил что я выстрелю в него А И я сама не верила Но тут подоспело спасение Ватсон пришел в сознание А на голову ниндзя упала книга Петрович вернулся На реванш Ниндзя А может книга упала Нет Маргарет Ну я тоже думал про Маргарет Но почему-то ее не было в списке Нет Маргарет влетела в пещеру И окликнула злодея Далеко собрался чернобровый И ударил электрошокером по луже Ток по воде передался И ударил ниндзя Айда Маргарет Ага Правда она случайно ударила током И саму себя И простонавала Спасай главную книгу Я бросилась к книге Которая стояла на отдельном пьедестале Это какая-то особенная книга Да это еще одна книга с загадками Но очень древняя Но тогда я об этом не думала Потому что пещеру заливала вода И трое человек лежало в отключке Как же вы справились? А я уже собралась тащить их на себе Но прибежал Петрович Он захотел забрать свой памятник И когда я услышал выстрел Пришел на помощь А Петрович надо еще один памятник поставить Да мы вытащили людей Но там остались книги Надо срочно вызвать спасателей Иначе все труды утонут Моя библиотека закроется Я лишусь работы И... и... Так вызывайте скорее спасателей Но на отряд спасателей Мне не хватает 100 бриллиантов Если вы доплатите эту сумму Я вас отблагодарю И книги будут спасены А... ну обычно Они только разводят на бриллианты Да? Нет извините Как жаль Вся коллекция будет утрачена Моя библиотека закроется А я останусь без работы Ну раз такова судьба Может все еще самообразуется Посмотрим Поговорите с Маргарет и Ватсоном Как они там? Может хоть у них все хорошо? А... Маргарет Как себя чувствуете После истории с Кладом? А... напряженный Выдался денек Сначала проспала Потом от недосы Помудрилась вместе с ниндзя Шандарахнуть Током еще и саму себя А почему вы проспали? А... спасала мир всю ночь Ого Какое-то секретное спецзадание, да? Нет Компьютерная игра Про девочку-археолога Которая искала сокровища Хе Маргарет Неужели вы играли всю ночь? Конечно нет Писала разработчикам Историю своих приключений Для сиквела Походу она что-то не договаривает А... Петрович Как себя чувствуете После истории с Кладом? А... приотлично Меня за спасение утопающих Наградили А кто наградил? Да сами утопающие Ватсон медаль подарил А Маргарет Орден вручила Шоколадный А ниндзя что-то подарил Вы же его тоже спасли Ничего Неблагодарный какой-то попался Хоть бы пиццу мне заказал что ли Так А и кто еще? А кто еще? А, Ватсон Ватсон Точно Ватсон, как себя чувствуете После истории с Кладом? Больно А сначала было еще и стыдно Почему стыдно? Какой-то момент я подумал Что ниндзя Это переодетая Маргарет И самое обидное было бы Было не то Что она нас предала А то что она меня Уделала с рукопашной А кто же на самом деле Скрывался под маской? А это был очень Придкий молодой человек Наследник писательницы В пятом поколении По крайней мере Он так утверждает То есть у него были Права на коллекцию Джейн Бронто? В том-то и дело Что нет Подтвердить свое родство Он не смог Наш ниндзя понимал Что по закону Он не получит клад Потому и выбрал Преступный путь А почему он вообще Разоделся ниндзя? У писательницы Были враги Из клана Черный ниндзя А чем она им Насолила Это уже другая история Но наш удалец Решил так нарядиться Чтобы подумали на них А главное Что справедливость Торжествует Так точно Это самое главное Хотя неплохо Было бы еще Мне плечо вправить А Шарлотта Как себя чувствуете После истории с кладом? А никак не могу Прийти в себя Когда после тихой Размеренной жизни Сваливается столько событий Начинаешь иначе Смотреть на вещи А что вы имеете ввиду? Я поняла Что книги так интересны Потому что в них вымысел А сделать интересной В своей жизни Вот это искусство Вы что Разлюбили книги? Нет Просто раньше Они меня вдохновляли На мечтания А теперь будут вдохновлять На поступки И первый поступок Я уже совершила А что вы сделали? А поскольку Моя библиотека закрылась И работы У меня теперь нет Я решила Открыть свою библиотеку С отделом загадок Там будут храниться Редкие книги Поздравляю С открытием Своего дела А спасибо Правда пока Отдел будет украшать Всего одна книга И работы предстоит много Но уже сейчас В моей истории Заинтересовались Люди со всего мира Надеюсь У вас все получится Буду верить в лучшее А еще хочу Подарить вам За помощь Столик на двоих Гроссмейстер Спасибо что были рядом Все это время Пожалуйста А если бы интересно Интересно просто Если бы я Ей заплатил Эти 100 бриллиантов Она спасла книги Или нет? Вот честно Войх не туда Ого Большой Ну в общем Пускай стоит Пока так Красивый столик Найду где-нибудь Место там Потом у себя Так Ну я так понимаю На этом история Наша завершена Как-то так Обычно Там какую-то Картинку В конце Там Интересную Представляли Там Итд итп Так Это есть А что там еще А С Маргет Поговорить нужно Да? Нет Это просто Она хочет мне Отдать Золотой подарок Наверное И все Да? Ну что ж Я думаю История все-таки Уже Подошла к своему Финалу Я в этом уверен На 99% А поэтому Буду прощаться С вами До следующего Обзора А в следующий раз У нас новая история От Татьяны И От Фелиции Стурм Наверное А поэтому Если вам нравится Моя кофейня И наши обзоры То дождитесь Продолжения Поддерживайте Это видео С вами лайками И оставайтесь С нами Пока-пока